2 июня, примерно в 10 часов 40 минут, на 198-м километре автодороги М5 Урал произошла массовая авария. Участниками стали 4 автомобиля. В результате машины перегородили федеральную трассу. К счастью, обошлось без жертв. 43-летний житель города Москва, управляя грузовым автомобилем МАН с полуприцепом, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan, двигающимся в попутном направлении. После столкновений грузовой автомобиль выехал на полусу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Priora, который, в свою очередь, совершил столкновение с автомобилем Lada Granta. В результате данного происшествия 30-летний водитель Lada Priora с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Больше никто не пострадал. Как пояснил водитель фуры, он не справился с управлением. Москвич отметил, что двигался из столицы на груженной машине со скоростью 50 км в час и держал дистанцию. Спереди ведущая машина начала тормозить, потому что там весь поток начал тормозить. Соответственно, я тоже начал тормозить. Меня начала нести. Дорога мокрая была, дождь шел. Я начал тормозить и вижу, что я догоняю машину спереди идущую. И начал выходить на соседнюю полосу, среднюю, в том же направлении, которое предназначено сказать. На этом месте действительно есть полоса попутного направления. Однако вовремя перестроиться из крайнего правого ряда водитель фуры не успел. По его словам, притормаживая, он пропускал слева идущую от него машину. А когда уже свернул на среднюю полосу, понял, что грузовик сильно заносит. Фура вылетела навстречу и столкнулась с Priora. В результате для большегрузов движение на этой трассе было полностью парализовано. Для легковых машин остался узкий участок на дороге. Движение возобновилось только тогда, когда другие водители грузовиков помогли убрать эту фуру с дороги. Водители других фур помогли мне технические вопросы решить. И мы машину выдернули. Соответственно, из положения ножниц. У меня машина же фура сложилась ножницами. Выдернули морду, выровняли. То есть я потом открыл движение, получается. Проблему с буксировкой фуры решали больше часа. Ее кабину непросто было вернуть в правильное положение. Однако водитель большегруза отмечает, что в ближайшее время займется ремонтом автомобиля и продолжит свой путь в Тольятти.